В начале заседания Анатолий Бибилов напомнил, что сегодня 6 ноября день рождения первого министра обороны Республики Южная Осетия Валерия Хуболова. Президент отметил, что Валерий Хуболов – государственный деятель, патриот, который много сделал для обороноспособности страны, является для нас примером служения Родине и народу. Это действительно яркая личность, человек, который останется в памяти у людей и шаги, которые он предпринимал, они действительно являются ярким примером для всех нас, ярким примером служения своей Родине. Далее члены Кабмина рассмотрели и утвердили ряд законопроектов, исполняющие обязанности министра финансов Аза Хабалова представила проект закона Республики Южная Осетия о внесении изменений в закон о государственном бюджете Республики Южная Осетия за 2020 год. По словам министра, изменения в бюджет обусловлены необходимостью изыскания средств на финансирование мероприятий по предотвращению распространения на территории Республики Южная Осетия коронавирусной инфекции COVID-19. Аза Хабалова пояснила, что в связи с этим сопредседателями Межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Южной Осетии и Российской Федерацией подписано решение о перераспределении на цели реализации мероприятий по предотвращению распространения COVID-19 бюджетных ассигнований федерального бюджета в общем объеме 49 миллионов 183 тысяч рублей. В рамках всех средств, которые нам были предусмотрены в этом году на социально-экономическое развитие, уважаемые коллеги, происходит перераспределение этих денег. Ранее они были предусмотрены, часть на функционирование КЦ, но с метрами не были пока доведены. Примерно 3 миллиона 600 у нас были с начала года условно нераспределенные расходы, поэтому общая сумма 49 миллионов 183 тысячи, как я уже сказала, 370 рублей. Естественно, это решение необходимо отразить в государственном бюджете. Кроме того, в целях мобилизации дополнительных средств на борьбу с COVID-19 предлагается отозвать экономию бюджетных ассигнований на питание в образовательных учреждениях и командировочные расходы некоторых организаций. Предлагаемые изменения, включая вышеуказанное решение, позволят направить на реализацию мероприятий по предотвращению распространения на территории Республики Южной Осетии коронавирусной инфекции COVID-19 примерно 61 миллион рублей, заключила Хабалова. Предлагаемые изменения, включая вышеуказанное решение, позволят направить на реализацию мероприятий по предотвращению распространения на территории Республики Южной Осетии коронавирусной инфекции COVID-19 примерно 61,7 миллиона рублей.